Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский, школа Бовсуновского. Значит, ребят, сейчас мы с вами поговорим о электрон. Поймем принцип работы. Электрон написан на ноды JS. Значит, это десктопное приложение. Но на самом деле все намного круче. При помощи сервиса его можно превратить в мобильное приложение, можно самому... Ну, в общем, я посмотрел, достаточно, можно даже самому сделать. То есть, это действительно крутое современное приложение с серверной частью, которое... Ну, давайте так посудим. Вот VS Studio Code. Это то, что написано электрон. Атом написан на электрон. И много-много другого. По сути дела, это браузер. Это Chrome. Вот, если посмотреть, VS Studio Code, это окно Google Chrome. Вот я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас рассмотрели, рассмотрели, как создавать и посмотрели бы структуру, да, архитектуру. Довольно несложная. Даже будем сказать так, просто, просто, довольно просто. Зачем нам это нужно? Ребят, в школе мы изучаем три языка. Python, Kotlin, DC. Если по Python мы берем Django, по Kotlin мы возьмем, берем Ktor и Android Studio, то есть мобильные приложения. По JavaScript мы возьмем Express, Meteor и Electron. Ну, возможно, что-то еще. По сути дела, эти три языка, они перекрывают все. Но что нас заинтересовало? Нас заинтересовало немножко другое. Поэтому я хочу рассказать архитектуру. Смотрите, сам по себе JavaScript, он язык, который не годится, допустим, для искусственного интеллекта. По одной простой причине, потому что он однопоточный. Он может работать с одним потоком. Но, вот что круто. Ведь мы можем срастить в электроне, применять Python, применить, допустим, одну из 400 библиотек машинного обучения и сделать программу настолько крутую. То есть, где будет выполняться часть работы, которую вы хотите автоматически мыслить. Но при этом будет иметься серверная часть. При этом это приложение будет летать. И при этом оно будет очень-очень крутое. При этом, как мы говорили, есть дископная версия, десктопная версия, есть можно сделать мобильное приложение. Да, вы скажете, что можно взять Meteor и сделать просто мобильное. Ребят, я вот о чем подумал. Вы знаете, JavaScript можно изучить только на ноды. Никакие jQuery, никакие вещи вам не помогут это сделать. На ноды это низкоуровневая библиотека, где можно понять действительно JavaScript. Но если брать и JavaScript, и Python, что нам очень интересно, почему бы нет? Почему бы не, я подумал, изучать, допустим, ноды, да, где, в принципе, самое основное, понимать JavaScript концепции, да, которые мы начали изучать, и само нода. Но кроме этого, начать работать и с Node, и с JavaScript, и с Python, вы понимаете, насколько это сильно продвигает. Во-первых, мы учимся интегрировать языки. Во-вторых, мы нарабатываем опыт с Python реальный. В-третьих, мы тренируем реальный JavaScript. Почему? Потому что с Node действительно, это тот продукт, с которым JavaScript действительно реально понять, где надо, можно применить все технологии. Ладно, наша задача сейчас пройтись по электрону. Ребят, смотрите, то, что я буду делать, то, что я буду делать, знакомство с Node у нас есть. Это для участников школы, а если вы новичок и не в школе, то просто вы можете посмотреть. То есть здесь мы установили ноды, здесь основные команды при помощи менеджера, да, и, по сути дела, с нодой вы уже должны уметь работать. Я дам ссылку для участников школы. И у нас будет два видео. Первое будет знакомство, а второе будет интеграция, пример интеграции электрона с Python, чтобы мы представляли, как это делать. Но давайте сначала вот что сделаем. Создадим любую папку, любую папку, любую директорию. Ну, я создам ноду плюс Python. Назову ее Node.start И возьму WS Studio Code и открою в ней эту директорию. Итак, вот у нас есть директория. Смотрите дальше. Мы с вами также в тех уроках начали работать с NPM. Это менеджер пакетов, поэтому сейчас нам можно просто создать терминал и начать работать с нодой так. Нода у нас установлена. То есть вводим NPM. Сейчас я чуть-чуть больше сделаю. НПМ. Команда init создает для нас init. По сути дела мы сразу создали. Если мы работали без этого, у нас пакеты создались. Здесь, что это за файл? По сути дела нас здесь интересует mine. Вот он на списке. Это самое главное, что есть в ноды. Я сказал, что ноды JavaScript однопоточный и управление идет, точка входа с mine. Если бы мы делали не так, а могли делать без, вводить команду, смотрите, вот мы ввели npm init у. Если без вот этого флага, давайте удалим pascada.json, я могу неправильно, поэтому говорю пакеты, мы могли сделать и вот так. npm init и тогда бы нам задавались вопросы, да, то есть name, вот оно показывает start, то есть вот эту папку, ну хорошо, пусть будет это, нажимаем enter. Версия, нажимаем описание там. Дальше, какой будет файл, ну мы возьмем не index.js, здесь не index.js, а mine.js, чтобы нам было соответствие с картинкой, хотя назвать мы могли бы как хотим, да. Мы возьмем mine.js, дальше, test.command, то есть то, что будет запускать, ведем ее потом вручную, чтобы было более понятно, пока оставим поле пустым. Здесь можно ввести гид-репозиторий, у нас сейчас, я его не ввожу, ключевые слова видно для поиска проектов, ну например, пусть будет нода, ключевое слово. Это можно оставить и пустым. Автор, напишу bov, лицензия, оставляем, зависит там, как вы любите, 0.1, или 1.2.3, или 0.1.0.2.0.3. И мы создали тот же файл. Нажимаем окей, все, и опять пакеты. Это вот начало работы с нодой. Рассмотрим, что здесь написано. По сути дела, то, что мы задавали, name, версия, описание, mine, скрипт, вот он нам пока показал, это я установил отдельно, тест, это не наш немножко, да, это тестит, но здесь сейчас стоит, что тестить не надо, выходить. Ключевые слова, автор, нас интересует вот этого строка, и вот это. Здесь мы, что сделаем? Давайте мы будем делать по ходу, а сейчас мы вот что сделаем. Мы установим при помощи команды сам электрон, npn-i, то есть это install, если здесь было бы, ранее мы изучали флажок g, то было бы глобально. Мы просто ставим npn-install, значит он поставится в эту директорию. Обратите внимание, если мы не запустили init, то электрон не поставится, а сейчас, так как есть файл пакетов json, то он поставится однозначно. То есть мы просто ставим и ставим его в одну директорию. По сути дела у нас может быть 10 приложений электроны, все они, везде поставим электрон, и у нас получится, что все они локальны, то есть глобально нет смысла сейчас ставить. И мы видим, у нас появились ноды модули, у нас еще пакеты log json, и что у нас еще отобразилось, если мы сейчас возьмем, откроем вот этот файл, ага, вот он, давайте я сделаю так, то мы увидим, что электрон, вот он, у нас dev, то есть где приложения, какие бы мы ни ставили, они все будут записываться здесь. электрон 1206 у нас стоит. И по сути дела, по сути дела, мы можем уже творить. Но что у нас не хватает? Во-первых, нам надо команда старт, чтобы удобно было запускать по кнопке, поэтому мы ее записываем сейчас вручную, запишем старт, и как строку записываем такую команду, как вообще такая команда, смотрите, как правило, пишется электрон, пробел, точка, да, но не всегда, не у всех запускается, поэтому у электрона есть такая команда, запускать безопасно, но sandbox. Вот здесь мы поставим запятую, и теперь у нас появляются две команды, да, тест и старт. по сути дела, мы можем отлаживать наше приложение. Если мы посмотрим здесь, то мы увидим немножко другие вещи, то есть немножко, а их больше. Так как объяснением будем заниматься потом, то давайте первое, что сделаем, сейчас просто будем вставлять код. Итак, смотрите на картинку, то, что главное, мы видим, имеет доступ к электрон-модулям и к ноды, это mine. По сути дела, это обычный файл. Давайте напишем его вручную. mine.js Я сейчас не буду вдаваться в объяснение, поэтому я взял просто с официального сайта и вставил первый код. По сути дела, грубо говоря, сейчас мы будем работать с нодой, но при помощи хрома создавать окно. Все просто. Есть встроенный класс в электрон создания винтов, и все. Остальное все рассмотрим чуть позже. то, что главное, мы можем просто открыть окно, размеры окна, дальше идет у нас перезагрузка, загрузить в окно файл, который будет называться индекс.html, и грубо говоря, что еще здесь основное, это закрыть при помощи кнопок. Все, пока нас остальное не интересует, но, знаете, пугаться не надо. Мы JavaScript изучаем, обычная функция, просто надо, чтобы немножко привык взгляд. Логика несложная, раз, два, три, четыре посмотрел, и все. Ну, вверху константы, броузы виндов, и то, что участники школы, помните, первые уроки, когда мы видим require, то есть это работает нода, подключить электро, то есть где есть require, так можем подключить любые абсолютные библиотеки, свои библиотеки, которые скачаем и установим, и подключить библиотеку require patch, то есть это тоже прямое обращение к ноде. По сути дела, если мы зайдем на ноды, где мы видим require, это прямое обращение к ноде, да, вот мы заходим в ноды, дальше docs, дальше берем там версию, и ищем здесь патч, то мы обязательно увидим в примере, да, то есть вот он, да, пример const patch require patch, то есть вот идет работа с нодом, мы уже начали работать, и это круто, сейчас наша задача рассмотреть сам процесс, у нас еще не все файлы, поэтому мы нарисуем сейчас себе еще один файл, ну я так говорю, утрированно, мы 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 здесь видим на окне рендеры процесс, да, то есть это еще один файл, и нас он сейчас очень интересует, ой, я не там его создал, надо вот здесь, и создадим еще один файл, рендеры JS, это вот они, сейчас поймете, и создадим еще один файл, пусть это будет index.html, по сути дела, вот она начальная структура приложения ноды работы с электрон, ноды модули, это установка, дальше могут быть абсолютно любые файлы index.html, в данном случае мы просто в файле mine, указали, что в данном случае загрузить файл index.html, далее, этот пакет всегда вставляется, пакеты JSON, это управление нашего приложения, где в принципе указано главное, это команда mine. точка входа, работа mine.js, можем назвать файл как хотите, хоть Вася, Петя, Коля, но вы знаете, пусть будет mine.js, потому что это просто правильно и у нас все поймут. Далее, эти команды мы просто сможем запускать, в данном случае, если мы что-то забыли, оно не запустится, можно с командной строки, но сейчас можно даже и команда старт, просто нажать кнопку и мы получаем окно, оно пустое. Ребят, вот она первая работа нода JS и электрона. Само просто, мы создаем, но уже видим полноценное окно, это движок Chrome плюс JS, поэтому все возможности Chrome и браузера плюс управление. И вот вам крутая программа будет. Теперь давайте разбираться по существу. Итак, чего я хотел. Мы сейчас пока с вами просто вставим в индекс HTML самый простой код и еще раз запустим. Перезапустить задачу и у нас Hello World и отразил информацию, Node.js, Chromium и Electron. Очень круто. Именно так и работает вот эта WS Studio кода, поэтому написать можно все, что угодно. Поехали дальше. Какие плюсы мы получаем, ребят, вот забыл. Во-первых, то, что вы будете доделывать программу обновлять, она будет все это автоматически обновляться. Это круто. Во-вторых, ваша программа будет работать на всех платформах из коробки, то есть Linux, Max, Windows. Так, дальше, что еще? Ну, по сути дела, мы можем использовать все инструменты веб-разработчика и все плюсы Chroma. И, как я говорил раньше, у вас, если понадобится, да, и настольное приложение можно перегнать в мобилу. Круто, согласитесь. Я видел, даже игры делают, хотя для этого отдельные движки есть. Ну, в общем, это круто, ребята. Но нам в школе, я хочу, чтобы вы писали реальный код, брали, делали приложение и говорили мы, вот, у нас идет наследование, вот, это делается так на приложении, ребят. это архиважный момент. Смотрим сюда. Итак, что делает наша точка входа, давайте мы перейдем пока вот в этот файл. Я, не знаю, может мне меньше сделать, но вы, оно-то видно, не видно. Давайте я вот так вот сделаю чуть-чуть. Смотрите, Майн, наш файл, он полностью контролирует состояние приложения. Мы с вами договорились, сейчас смысл разбираем. А, управляет вот этими вот окнами, да, то есть, вот мы взяли старт, пошло, пошло окно, вот появилась у нас, да, вкладочка, Hello World, процесс рендера, у нас пока он пуст, и, смотрите, этих процессов рендера может быть сколько угодно. Это, по сути дела, то же самое, что в браузере, в браузере, вкладочки. По сути дела, сколько хотите, создавайте. Иными словами, наша программа может быть иметь кучу окон, и все будет открываться, в общем, что придумали, то и можете сделать. Обратите внимание, процесс MINE может быть, еще раз это повторяю, да, MINE, он только один, а вот рендерер процессов, то есть, взаимодействия, их может быть сколько угодно. Для серьезных графических задач электрон использует, наберите, почитайте, графический процессор. Так, смотрим. Почитайте, да? ГП. Так, поехали дальше. МINE, МINE, МINE процесс, он взаимодействует и с ноды, то есть, мы видим, имеет прямой доступ к ноде, иными словами, подключение при помощи команды require. Мы видим браузер Windows, require электрон, подключили электрон. дальше опять, патч require patch, это нода. И МINE взаимодействует с хромом. Вот мы смотрим команду winload file index, то есть, это идет взаимодействие с движком хром. по сути по сути дела, да, вы правильно поняли, на что похоже приложение электрон, на браузер. Абсолютно верно, только браузер, который хром, движок очень крутой, а вы делаете программу серверной частью, которую может уже что придумаете. Но, не но. по сути дела, то, что мы видим, это и представляет что-то похожее на окно, да, окно браузера. Ребят, смотрите, если мы захотим открыть другое приложение, другое окно, этим будет управлять рендерер, да, файл. И процесс будет IP, и тут неправильно написал C. Почитайте пока межпроцессорное взаимодействие, обмен данным между потоками одного из процессов. Иными словами, ребят, что главное сейчас уловить? Рендер процессов может у вас быть 100, 200, 300, хоть сколько хотите, во сколько у вас там хватит мыслей придумать программу сложности, столько и будет. это уловили. Есть уже конкретный протокол IPC для управления, для взаимодействия. Кроме этого электрон имеет специальный тег WebViv, при помощи которого можно связывать рендерер процессы между собой. выполнение фоновых задач. Будем разбираться позже, но имейте ввиду, что задачи, которые должны в вашей программе выполняться фоново, они будут без напряга выполняться. То есть ничего тормозить не будет. Иными словами, на что надо обратить внимание, чтобы взять в толк. мы с вами рассмотрели. Майн процесс выполняет всем приложением. Отображением видим, вот стрелочка, да, отображением. За отображение отвечают рендеры процессы. То есть отображается окно Chrome. Нам это интересно, к чего? Мы же хотим потом при помощи вот этих рендеры процессов взаимодействовать, чтобы электрон взаимодействовал с Python. Все очень просто. Здесь мы будем прописывать API и проверять взаимодействие через командную строку и если мы хотим мы можем взять например Flex по-моему да, фреймворк я делал и он будет межсетевым, то есть соединяющим звеном между нодой и Python. То есть у нас много вариантов. Это мы уже в следующем видео будем конкретно писать код и проверять. Нас интересует именно взаимодействие JavaScript с Python. Ребят, чтобы было понятно, когда вот вы видите слово процесс, вот действительно один хлопец очень толково объяснил. Думайте это как о процессе в операционной системе. Абсолютно то же самое. А у кого например вы можете взять промониторить процессы при открытии окна, и вы эти все процессы увидите, что открытый электрон. То есть открытие, иными словами, имел в виду системный монитор. Все вот эти процессы, они изолированы друг от друга. имейте в виду, что мы можем использовать еще здесь любую из миллионов библиотек NPM, которые написаны все случаи жизни, любую из библиотек Python. Ребят, по-моему, это очень круто. И делать все, что угодно. В принципе, вот я хотел вас ввести в основную структуру. Ну, посмотрите, сложного ничего нету, если вас еще интересует такой вопрос, что вот как Python будет там с чем взаимодействовать, вот это имеется в виду система Windows, Mac, Linux, да, имеется в виду. Все доступы есть в системе, то есть есть определенные методы, при помощи которых мы будем иметь доступ, это мы чуть позже рассмотрим. То есть все есть, да. Значит, еще раз повторюсь такую вещь. Нам нужно в школе, чтобы мы первая нода, для того, чтобы писать очень крутые приложения на ноды, очень хорошо изучать JavaScript. Но сам по себе нода это низкоуровнев библиотека, поэтому мы берем фреймворки, сейчас электрон, возьмем экспресс для веб-сайта, возьмем Meteor, конкретно для веб-приложений разные, и лучше писать код сразу уже живой код. Плюс, конечно, мы можем делать свое. Для тех, кто начал с этого видео, школа spb-tut.ru значит, основной посыл следующий. Если у вас нет системы обучения языкового программирования, либо вообще вы не представляете, когда вы будете писать код, либо пробовали изучать программирование, и вроде код понимаете, а писать не получается, значит, занимайтесь по моей системе. Раньше я давал как классика, теперь я даю по-другому с 20-го года, мы начинаем с функцией, потому что функция это основная часть программы, только где я говорю должно отлетать, должно отлетать, поэтому функции трех языков, потом пошли классы, и так далее, и так далее. В общем-то все банально просто, используйте путеводитель. Почему? Потому что на сайте я говорю вот это изучи, мы можем перепрыгивать между разделами, да, но поэтому говорю, используйте путеводитель, как это моя рекомендация, а что вы там будете делать, я не знаю, но я рекомендую именно так. Все, ребят, спасибо. Спасибо.